Здравствуйте, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. В очередной раз продлена дачная амнистия. И это снова не та, что раньше дачная амнистия называют уже несколько законов, но все они работают по-разному. Общая суть всех поправок про участки, дома и право собственности сводится к тому, что оформлять недвижимость будет проще. Вот что означает дачная амнистия, тема нашего сегодняшнего разговора с моим гостем. Это помощник директора кадастровой палаты по Самарской области Дмитрий Юрьевич Наумов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, ну давайте поговорим. В очередной раз продлена дачная амнистия. Вот она должна была закончиться 1 марта 2021 года, но она продлена. Вот буквально 8 декабря был подписан федеральный закон, да, продлевает на 5 лет. Скажите, пожалуйста, вот что это означает и насколько это может быть важно и, самое главное, полезно для наших граждан? Ну, действительно, да. Как вы сказали, дачная амнистия – это сразу несколько законов. Это некий упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и объектах обитального строительства. Важно, наверное, сказать, в чем он упрощенный. Да, конечно. Обычный стандартный порядок предполагает, что создавая новое здание, строение, сооружение, любой объект, мы должны получить сначала разрешение на строительство, а потом ввести этот объект в эксплуатацию. Вот для индивидуальных жилых домов и садовых домов применяется более простой порядок. Стандартно он предполагает, что мы не должны никого уведомлять, не должны получать разрешений. Мы только готовим технический план, обращаемся для этого к катастрофному инженеру. Он готовит некий технический документ, он называется технический план на основании декларации об объекте недвижимости, которую заполнит сам собственник. И этот документ сдается в орган регистрации прав для постановки на катастрофный учет созданного здания и регистрации права на него. Собственно, вот этот упрощенный порядок сейчас и включает в себя понятие дачной амнистии. Если говорить о ее продлении, такой упрощенный порядок, он до 19 декабря, когда вступит в силу новый закон, о котором вы сказали, применяется для некоторых категорий создаваемых жилых домов и садовых домов. Он касается подобных объектов, создаваемых на земельных участках для садоводства. Нужно понимать, что у каждого земельного участка есть такая характеристика, как вид разрешенного использования. Очень важная. Нельзя взять и абсолютно по своему усмотрению использовать землю. Это понятно. То есть это прописано изначально в документе? Это прописано в документе, да. Все-таки земля это ограниченный природный ресурс, ее не так много. Поэтому использовать ее можно только для определенных целей. В выписке из Единого государственного реестра недвижимости для каждого земельного участка указан вид разрешенного использования. Вот если у земельного участка вид разрешенного использования садоводства, то есть бытовое использование каждого гражданина для себя, то на таком земельном участке можно создавать жилой дом или садовый дом без каких-либо дополнительных разрешений. Что поменяется с 19 декабря, когда вступит в силу новый закон? Законодатель не только продлевает на 5 лет срок вот этого упрощенного порядка действия, но и расширяет его действия. Теперь он будет применяться не только для земельных участков с видом разрешенного использования садоводства, но и для земельных участков более масштабных групп, наверное, это индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. В случае, если они расположены на землях населенных пунктов. Вот у меня сразу вопрос, а если человек приобретает земельный участок и в документе не написано использование садоводства, да, вот как вы сказали, а он хочет построить на нем дом, ну приобрел он 20 соток, ну не выращивает же там, да, огурцы, картошку, помидоры и так далее. Хочет построить дом. Если это в документе не прописано, то человек уже соорудив, да, объект недвижимости нарушает тем самым права здесь быть, вот в таком случае, как переоформить или что-то предпринять. Расскажите, пожалуйста. Да, действительно, это один из признаков самовольного строительства. Создание объекта недвижимости на земельном участке, не предназначенным для подобных целей, это один из признаков самовольной постройки, которая может быть снесена по предписанию судебного органа даже. Поэтому все-таки изначально следует ориентироваться на вид разрешенного использования. Он в любом случае будет в документе. Если его нет, это очень редкие ситуации, но они могут быть. Как в этом случае поступать? В общем-то, и если его нет, и если он есть, но не предполагает строительство объектов. Рецепт здесь один, он одинаковый. Нужно ориентироваться на территориальную зону, в которой расположен объект. Вся территория города, любого населенного пункта поделена на определенные территориальные зоны. Они бывают жилого назначения, промышленно-производственного, специального, общественно-делового. И для каждой территориальной зоны в правилах землепользования и застройки устанавливается перечень возможных видов. Вот если для той территориальной зоны, в которой земельный участок расположен, предусмотрен тот вид, который позволяет строить, правообладатель вправе его самостоятельно просто выбрать и поменять вид разрешенного использования. То есть это все возможно, это все реально. Но если человек юридически мало грамотен, куда можно обратиться за разъяснениями? Вот даже документы, которые есть на руках, ну, не понимают сути написанного. Бывает же такое, да? Да, регулярно случается такое. Безусловно, можно обратиться и в наше учреждение, там обращение любое будет рассмотрено, да. И письменное обращение будет рассмотрено, и устное консультирование допускается тоже. Если вопрос касается конкретно территориальных зон и содержания, предусмотренных для нее ограничений, то здесь следует обращаться уже в орган местного самоуправления, так как они устанавливают перечень этих территориальных зон. Если мы говорим о Самаре, это департамент градостроительства, в иных населенных пунктах это будет местная администрация. Ну и, наверное, второй по популярности вопрос, это во сколько обойдется гражданам оформление недвижимости именно вот по дачном месте, Дмитрий? Ну, действительно, это упрощенный порядок, здесь намного меньше трат, если бы мы получали разрешение на строительство, во многих случаях требовалось бы еще и проектной документации, это довольно дорогостоящая процедура. Здесь, по сути, единственное, на что тратятся деньги, это договорное отношение с кадастровым инженером, с тем специалистом, который подготовит технический план. Он его готовит на основании заключаемого договора подряда, стоимость таких работ, она, ну, разнится. Она варьируется? Она варьируется. И порядка 10-15 тысяч рублей, если мы говорим о стандартном доме, вот в этих пределах она должна быть. Хорошо, в таком случае вопрос к вам как к эксперту. Как выбрать правильно кадастрового инженера? Потому что, конечно же, объявления пестрят. Какие самые главные должны быть критерии именно для правильного оформления вот именно того инженера, которого человек решил пригласить? Кадастровых инженеров довольно много. На территории Самарской области, насколько я помню, на начало года их было порядка 900 аттестованных кадастровых инженеров. Не все из них осуществляют деятельность. Данные можно получить на официальном сайте Росреестра. Единый государственный реестр кадастровых инженеров ведется. Там есть информация о каждом кадастровом инженере. И более того, там не только контактные данные его, но еще и сводная информация о результатах его работ. Можно сразу посмотреть, увидеть, сколько решений о приостановлении принималось в связи с тем, что некачественно им были подготовлены документы. Сколько решений было принято положительно, без каких-либо приостановок. Эту информацию можно узнать на сайте. Она открыта, доступна. Как раз мы сейчас и видим телефоны и сайт, и там все тоже можно узнать. Да, это сайт нашего учреждения. Для получения информации из Единого государственного реестра кадастровых инженеров потребуется зайти на сайт Росреестра. Это росреестр.гов.ру. И получить всю достоверную информацию. Хорошо. Рассказывая о правилах дачной амнистии, вы упомянули вот такие понятия, как жилой дом и дом садовый. А вот между ними какая-то имеется принципиальная разница? Да, они довольно сильно различаются. С недавних пор, с 18-го года, и то, и другое понятие, они нормативно урегулированы, четко определены их признаки. В чем разница? Если мы говорим о садовом доме, это все-таки здание сезонного использования. Оно не предполагает постоянного проживания. Закон так и говорит, что садовый дом предназначен для временного нахождения людей и пребывания в этом здании. А означает ли это еще и то, что там не подведены коммуникации? Или это неважно, вода, газ, свет? Это не является определяющим признаком. Они могут быть, но характеристика важнейшей, наверное, является все-таки отделение его от жилого дома. Жилой дом, в отличие от садового, предполагает постоянное проживание в нем. С недавних пор в жилом доме даже можно зарегистрироваться по месту жительства. В нем обязательно должны быть коммуникации, ну и еще ряду признаков он должен соответствовать. Они касаются верхних пределов все-таки больше. Это количество этажей не более трех, надземных этажей, подземные могут быть еще. Мы сейчас говорим о жилом доме. Это жилой дом, индивидуальный жилой дом, да. Количество этажей не более трех, высота не более 20 метров. И еще очень важный момент, жилой дом не подлежит разделу на самостоятельные объекты. Нельзя взять и разделить его на два здания, либо выделить в нем помещения отдельные и продать их частями. Жилой дом – это единый объект, который предназначен для постоянного проживания одной семьи, да, традиционно. Ну, это как-то сказывается на оформлении и в денежном эквиваленте? Да. Ну, как правило, все-таки даже из определения видно, что жилой дом – это более капитальное сооружение, да. И стоимость оформления его, и описание этого объекта в техническом плане, она дороже, чем садовый дом обычно. Ну, может быть и так, что садовый дом настолько роскошный, что легко перепалюнет. Вот я только сейчас хотела сказать, проезжая по дачным массивам, смотришь, такие выстраиваются хоромы, но позиционируют, нет, это дачный дом, мы здесь не живем, мы приезжаем вот только на летний сезон. Да, к слову, садовый дом может быть переведен в жилой дом и обратно жилой дом в садовый дом, изменено его назначение. Но для этого вот как раз потребуется, чтобы садовый дом соответствовал признакам жилого, был обеспечен коммуникациями и допускалось его нахождение на этом участке. Спасибо. Вот следующий вопрос, еще одно событие, да, вот в сфере земельно-имущественных отношений, которое случилось совсем недавно, но оно не касается, да, Российской Федерации, а конкретно Самарской области. Вот с 27 ноября, я цитирую, правительство Самарской области утвердило результаты государственной кадастры в оценке земель населенных пунктов Самарской области. Вот скажите, пожалуйста, для чего вообще нужна кадастровая стоимость и вот что значит утверждение новой стоимости для собственников жилья? Так, кадастровая стоимость – это еще одна характеристика объектов недвижимости, да, вот если мы говорили про жилые дома, у них характеристики больше такие качественные, да, это высота, этажность и прочее, то кадастровая стоимость – это скорее экономическая характеристика. Она рассчитывается по определенным методикам и если упрощать, говорить просто, это, в общем-то, та стоимость, то, как государство оценивает земельный участок для своих целей. Для чего она применяется традиционно? Это при продаже, наверное, при покупке больше всего используется или нет? Она используется для ряда целей. Во-первых, это продажа земель из государственной и муниципальной собственности. Они продаются не по рыночной стоимости, а по кадастровой, да, исходя из расчета кадастровой стоимости. То же касается размер арендной платы. Она высчитывается, исходя из кадастровой стоимости. И, собственно, налоги взимаются. Вот недавно закончился у нас очередной налоговый период, все получали налоговые уведомления. До 2 декабря, по-моему, в этом году должны были уплатить налоги. Вот эти налоги имущественные, налог на имущество физических лиц, налог на имущество организации, земельный налог, они рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости. Она должна быть максимально приближена к рыночной, но, естественно, может от нее отличаться. А примеры можете привести, вот наглядные? В общем-то, да. Это довольно просто понимать, когда рассчитывается кадастровая стоимость, учитывается множество факторов. И такие, как разрешенное использование, то же самое, категория земель, если мы говорим о земельном участке, его площадь, удаленность от транспортных коммуникаций, да, нахождение, наличие рядом торговых центров и так далее. В общем-то, инженерная инфраструктура окружающая, это земельный участок. То есть, реестр такой существует? Это все сведения, это все данные, которые учитываются государственным бюджетным учреждением Центра кадастровой оценки при определении стоимости. Они все это учитывают, собирают и по установленным методикам рассчитывают. Но никогда при расчете кадастровой стоимости не будет учитываться ценность для конкретного гражданина. Я могу прийти на определенный участок, вот у меня душа запала, что я хочу здесь, у меня здесь предки жили всегда, да. Я любые деньги готов отдать за этот участок. Такого, естественно, при расчете кадастровой стоимости не учитывается никогда. А как жителю проверить, откуда берется вот эта кадастровая стоимость? И вот действительно ли она соответствует? Есть несколько способов. Если мы говорим о новой кадастровой стоимости, 27 ноября была утверждена кадастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов. Огромное количество участков подверглись новой оценке, их более миллиона на всей территории Самарской области. Результаты этой кадастровой стоимости появятся в Едином государственном реестре недвижимости. Появятся они в следующем году. Закон сформулирован так, что Государственное бюджетное учреждение Центра кадастровой оценки, оценив, должно передать эти сведения к нам, в орган регистрации прав, в течение нескольких дней после 1 января года следующего, 21. И у нас будет 15 рабочих дней на то, чтобы ее внести. Поэтому граждане, любые правообладатели смогут узнать стоимость, запросив выписку. Ну, делать это стоит, наверное, в начале февраля 2021 года, когда новые сведения, новые данные о стоимости будут уже внесены в реестр. Сегодня это тоже можно сделать. Для этого достаточно ознакомиться с постановлением правительства Самарской области тем самым. Оно есть на сайте правительства, на сайте Центра кадастровой оценки. Там огромный реестр, перечень всех участков с кадастровыми номерами и установлены для них стоимостью. Ну, то есть произошло увеличение кадастровой стоимости участков? Я бы не сказал, что увеличение, она изменилась. Она может как увеличиться, так и уменьшиться. Так и уменьшится, в зависимости от критериев, да, которые вы сказали выше. Закон предусматривает, что оценка должна проводиться раз в 4 года. Это необходимо, чтобы она максимально актуально поддерживалась постоянно. Вот сегодня она оценена. И вот, тем не менее, я буду дотошна, если владельцы недвижимости не согласны с новой стоимостью, могут ли они как-то повлиять на ее величину, Дмитрий? Такие ситуации тоже регулярно случаются. Если мы говорим о новой стоимости, важно отметить, что она начнет применяться с 2021 года. Это значит, что в следующем году мы все, граждане, получим уведомления налоговые еще со старой стоимостью. А вот в 2022 году уже исходя из новой стоимости. Но понять, устраивает она нас или нет, можно уже сейчас, да, ознакомившись с результатами. Есть несколько вариантов, да, почему мы не согласны. Ну, первой, нам просто непонятно, как она была рассчитана. На это есть абсолютно легальный выход. Для разъяснений порядка расчета стоимости необходимо обратиться в Центр кадастровой оценки, то же самое учреждение, оно находится на улице Советской армии, 180Б, насколько я помню. И там в течение 30 дней предоставят разъяснение о порядке определения кадастровой стоимости. Другая ситуация, когда мы, ознакомившись с результатами, полагаем, что была допущена техническая ошибка, да, или методическая ошибка при расчете стоимости. Ну, то есть вы такое допускаете тоже? Это возможно, да, это случается. Лишний ноль добавили, да, вот мелочь, а стоимость увеличивается в разы, да. Здесь тоже рецепт довольно простой. То есть вы говорите добавили, а не убавили, да? Могут быть любые ситуации. Запятая не в том месте стоит, опечатки, любые ошибки. Возможные ошибки методического характера, когда неправильно был применен какой-то удельный показатель или коэффициент, используемый при расчете. Вот, и в том, и в другом случае рецепт тот же самый. Нужно обратиться в учреждение, в центр кадастровой оценки. Они проверят стоимость и подготовят ответ. На это им отводится 30 дней календарных, чтобы ответить и разъяснить. Дмитрий, скажите, пожалуйста, измененная кадастровая стоимость земельных участков влияет как уже настоящим собственникам этих участков, так и будущим владельцам, которые хотят приобрести участки? Она единая и применяется абсолютно для всех, так как это стоимость все-таки участка. Вне зависимости от изменения владельца характеристика участка не меняется. Но вопрос тут в том, для кого она важна. Важна она, наверное, больше для текущего собственника. Ну и потенциальный приобретатель, он тоже должен задумываться о том, какой налог ему предстоит платить. Стоит ли, да, и налог ли. Все-таки это отражается на налогах в первую очередь, да? Для бытового использования, для обычных граждан, да, это, наверное, самое актуальное применение кадастровой стоимости. Здесь важно, кстати, сказать, вы правильно обратили внимание, вот все эти порядки обжалования, да, оспаривания стоимости, исправления ошибок, оговаривают, что с соответствующими заявлениями должно обращаться лицо, которое полагает, что его права или обязанности нарушатся определением этой стоимости. Да, я не могу сегодня просто пойти и сказать, что у земельного участка, занимаемого площадью Славы в городе Самары, завышенная стоимость. Потому что меня это не касается. Если я вас правильно поняла, абсолютно всех участков коснется изменений, если мы говорим по Самарской области. А вот на моем личном примере, объясните, пожалуйста, вот у меня лично дом, ИЖС в Самарской области. Мы там живем, все замечательно. Живем 10 лет, участок не поменялся. Почему обстоятельства не поменялись? Инфраструктура не поменялась вокруг, поселок частный закрытый. Почему меняется кадастровая стоимость? Ну, это экономическая. То есть только исключительно по закону, да? Да. Который положен раз в 4 года. Да, это нормальная ситуация. Все-таки это экономическая характеристика. Экономика не стоит на месте. У нас меняются цены на все вокруг, да. В общем-то, меняется и стоимость кадастровой недвижимости. Это нормальная ситуация. Нормальная ситуация. Спасибо. Вот не так давно Росреестр объявил о завершении масштабной работы по переходу на использование нового программного продукта Федеральной государственной информационной системы введения единственного государственного реестра недвижимости. Вот расскажите, пожалуйста, что изменилось в этом плане? Действительно, как объявлял Росреестр, в октябре 2020 года была завершена огромная работа, длившаяся несколько лет, по переводу всей Российской Федерации на единую информационную систему. Так называемую Федеральную государственную информационную систему введения единого государственного реестра недвижимости. Теперь вся Российская Федерация, все абсолютно субъекты работают на одном программном обеспечении по единым стандартам, по единым правилам. Понятно, что одной из главных целей ставилась и задача провести эту работу так, чтобы граждане ее минимально заметили. Для них это не должно было быть как-то болезненно. Вот с этим, в общем-то, справились все причастные субъекты. Теперь, в общем-то, у нас все услуги оказываются по единым правилам. Это должно способствовать и повышению качества их оказания, и повышению сроков. Ну и повышается стабильность самой системы, да, она меньше подвержена рискам, вирусным атакам, больше защищена. Но вот все-таки можно ли теперь говорить о том, да, что завершение вот такой столь масштабной работы позволяет получать услуги Росреестра дистанционно? Да, да. Если раньше довольно большое количество услуг Росреестра можно было получить в электронном виде, то сегодня с переходом на новую информационную систему можно сказать о том, что любая услуга Росреестра может быть получена в электронном виде. Это касается и кадастрового учета, и изменения характеристик, и внесения сведений о том же виде разрешенного использования, про которое мы говорили, и регистрация прав, купли-продажи, сделок, наследование, приобретение имущества по наследству. Любое заявление сегодня может быть подано в электронном виде. То же самое касается и получения сведений из Реестра. Любой запрос можно подать и получить актуальную, совершенно корректную выписку в электронном виде достаточно короткий срок за три дня. Ну вот какой срок все-таки? Как говорилось в одном известном фильме «Время – деньги». За какой промежуток времени можно получить запрос, если ты подал все в электронном виде? Запрашивая сведения, законом установлен срок три рабочих дня, не более трех рабочих дней. Он выполняется? Он, безусловно, выполняется. Обращаясь в электронном виде, он даже более короткий. Как правило, это один-два дня. Если мы идем в МФЦ, то этот срок увеличивается на два дня, необходимых на пересылку самого запроса из многофункционального центра до органа регистрации прав. То есть все-таки можно это сделать напрямую? Вот, расскажите, пожалуйста, организационный момент. Если, к примеру, мне нужно заказать кадастровую стоимость своего участка, пошагово куда нужно обратиться и что нужно делать? Чтобы узнать кадастровую стоимость, необходимо будет запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Она так и называется, выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости. К слову, она бесплатна, предоставляется абсолютно любому лицу. Возможные варианты. Это подача запроса в МФЦ. Мы идем в любой офис многофункционального центра, вне зависимости от того, где находится объект. Хоть в Самаре, хоть в Шигонах, хоть на Сахалине. По всей Российской Федерации. И там специалист приема поможет заполнить заявление, запрос о предоставлении сведений, который необходимо будет только проверить и подписать, и через пять дней получить результат, если мы говорим об МФЦ. Если мы говорим о получении сведений в электронном виде, то необходимо обратиться на сайт Росреестра. там есть специальный раздел «Электронные услуги и сервисы». Обратившись к этому разделу, мы точно так же самостоятельно заполним необходимые данные, направим запрос и получим результат. Это будет быстрее, и результат получим в электронном виде в данном случае. Но вот все-таки, еще учитывая, да, на сейчас не самую благоприятную эпидемиологическую обстановку, какие еще имеются возможности для получения услуг Росреестра, минимизировав собственные риски? Скажите, пожалуйста. Вариантов много, да. Наиболее предпочтительные это все-таки электронные формы взаимодействия, да. Как сейчас принято говорить, да, у нас во многом дистанцирование стало синонимом безопасности в наше время. Да, безопасность, совершенно верно. Поэтому, находясь дома, да, на собственном диване, получить необходимые данные, это очень удобно. Но не обязательно получать в электронном виде. Часто бывают ситуации, да, что сведения нужны все-таки бумажные. Так и принято, да, люди у нас привыкли, что бумага, она все-таки надежнее, да, с живой подписью, с живой гербовой печатью, ее и приложить можно, и хранить приятнее, да. Какой из этого может быть выход? Катастрофая палата предоставляет услуги по выездному приему запросов и по курьерской доставке. Услуга эта получила особую популярность вот в нашей непростой эпидемиологической ситуации. Все наши специалисты, они, естественно, обеспечены средствами индивидуальной защиты, все правила соблюдаются. Можно заказать эту услугу по номерам телефонов, которые вот периодически возникают, да, на экране. Наш специалист приедет, оформит запрос и может даже доставить документы. Это нормальная практика, она тоже довольно распространенная. Порядка 15 тысяч обращений таких к нам уже поступало в этом году. Вот, Дмитрий, если все-таки говорить, год подходит к концу, как в целом для Катастрофой палаты Самарской области прошел этот год. Много ли было обращений граждан, ну и, соответственно, много ли граждан получили те, да, ну как бы желаемые ответы, с которыми они обращались? Да, год подходит к концу. Довольно много учетных действий и различных операций совершалось. Он был связан вот с этой масштабной работой по переходу на новую информационную систему. В марте месяце столкнулись с пандемией мы, да, и тоже приходилось корректировать свою работу. Но в целом это совершенно не помешало работе. Во все даже самые сложные эпидемиологические периоды организация работала, осуществляла свои функции в полном объеме. Насколько я помню, вот на текущий момент порядка 1 миллиона 900 тысяч учетных действий было совершено, учетно-регистрационных действий. Все, естественно, результаты получили граждане. Я смотрела по итогам 2019 года, там была озвучена такая же цифра, то есть не меньше и не больше, да, то есть люди продолжают обращаться в ваше ведомство, ну и, соответственно, получать услуги, качественные услуги. Вот если говорить все-таки про качество, оно держится на достойном уровне? Или, может быть, какие-то новые, совершенственные технологии существуют? Качество – это все-таки оценочная характеристика, и оценивать его должны граждане в первую очередь, да, но, насколько мы видим, насколько мы фиксируем, оно довольно высокого уровня. Очень мало жалоб поступает на качество оказания услуг в наше учреждение. Более того, они растут, растет качество, и новые сервисы, они появляются. Вот могу рассказать еще о совершенно новом сервисе. Да, пожалуйста. Буквально на этой неделе заработал еще один электронный сервис. Это сервис к мгновенного получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, да. Пока он работает только для платных видов выписок, за которые установлена плата, за предоставление которых, обратившись по сайту… Сразу перечислите, чтобы было понимание. Это самые ходовые выписки, которые, как правило, нужны для получения услуг, либо совершения сделок. Я, покупая недвижимость, да, в первую очередь у продавца спрошу, покажи мне выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Это выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, чтобы увидеть, что действительно продавец – это тот собственник. Это расширенная выписка о самом объекте, чтобы увидеть максимальный перечень его характеристик. И ряд других еще выписок. Вот на этой неделе буквально для Самарской области заработал сервис мгновенного получения сведений. Здесь уже даже не на дни, а на считанные минуты идет срок получения. Подавая запрос по адресу spv.kadaster.ru, сразу же проводится оплата, и буквально через несколько минут на электронную почту заявителя приходит готовый документ итоговый. Очень удобно. Единственное, что требуется, это наличие регистрации на сайте государственных услуг. Ну, Коль, мы с вами заговорили про цены и про расценки. Вообще в этом году увеличились, либо сохранились на прежнем уровне расценки за услуги, которые предоставляет кадастровая палата? Если это не закрытая информация, конечно. Нет, это не закрытая информация. Эти расценки, они предусмотрены законодательными актами. Их устанавливает не само наше учреждение, они устанавливались приказами либо Минэкономразвития, раньше сейчас Росреестра. И в целом они не менялись. Они были на том же уровне, на котором и ранее. Единственное, что произошло, теперь плата расщепилась. Если мы обращаемся в МФЦ, теперь за получение услуги будет выдаваться две квитанции. Одна за услуги самого учреждения по подготовке документов. И часть платы это за услуги МФЦ. Они, естественно, тоже работают. Они принимают документы, они печатают, они расходуют бумагу. Труд работников должен оплачиваться. Вот на это идут эти средства. Но сумма этих средств, она ровно такая же, как и ранее единая сумма платы. Ну что ж, Дмитрий, благодарю вас за беседу. Осталось подвести небольшой итог всего нашего разговора. Я хочу предоставить вам заключительное слово, чтобы важное и нужное, уважаемые жители, вынесли сегодня из нашего эфира, что непременно нужно запомнить. Пожалуйста. Ну, главное, что нужно запомнить, да, это эффективное распоряжение имуществом, да, эффективное управление распоряжением имуществом возможно только в случае, если мы знаем актуальную информацию о своем имуществе. Получить актуальную информацию о земельном участке, доме, помещении, квартире, о любом недвижимом имуществе можно, запросив сведения из реестра. И чем свежее выписка, да, чем она новее, тем больше шансов, что не окажется так, что данные в ней устарели, что что-то изменилось, и мы руководствуемся не с неактуальной информацией. В общем-то, если возникает необходимость проверки информации о недвижимости, не поленитесь, запросите новую выписку. Спасибо вам большое. Ну, и, наверное, главная еще новость о том, что амнистия дачная продлена еще на пять лет. Поэтому, уважаемые телезрители, у вас есть, конечно, время, поэтому если есть такая необходимость оформить свой дачный участок, то сделайте это, пожалуйста, обязательно. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания.